Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о знаках Зодиака на июль 2024 года, что каждого ждет и к чему готовится. Начнем с Овнов. Овны, чтобы в июле дела у вас сдвинулись с места, полагайтесь исключительно на себя. В общем, бараны, они же овны, всегда на себя в большей степени полагаются, но в этом месяце как нельзя, нужно полностью следовать этой пословице. И родные, и коллеги вам не могут быть помощниками на этот месяц, ничего, в принципе, не планируете такого супер, на кого можете полагаться, но вы можете и отлично сами справиться. Месяц для вас там не сильно хорош, не сильно плох, плюс-минус, в принципе, ритм жизни может немножко замедлиться, может вам не очень это нравится, Тем более, что ваша планета будет проходить все еще по знаку Тельца, то есть Марс, управитель вашего знака, будет в Тельце, немножко будет заторможенный. Но, с другой стороны, это хорошее время, чтобы заглянуть в себя, внутрь своей жизни. Благоприятные дни для вас 21, 23, 25, 27, 30, неблагоприятные 2, 5, 13 и 18 июля. В плане личной жизни нужно проявлять дипломатичность и так, чтобы действительно в конец не рассориться с близким человеком, потому что овнов так и будет тянуть как-то с кем-то поссориться. В середине месяца некоторые представители вашего знака могут испытать разочарование в избраннике, либо избраннице. Позвольте в любом случае любимому человеку объяснить свои решения и поступки. Вы наверняка поймете, что ошиблись в своих суждениях и расстраивались напрасно. Поэтому благоприятно сходить в личных отношениях либо к друзьям, которые вас могут помирить, либо к психологу. В плане карьеры июля порадует овнов тем, что ваши прежние старания и заслуги будут наконец-то отмечены руководством. Многие представители вашего знака отправятся в командировки. В начале июля удачно может пойти у вас и семейный бизнес. Действительно, ведь Марс находится в знаке денег для Овна во втором доме. К концу месяца постарайтесь сконцентрировать свое внимание на решение самой важной задачи и не тратьте в пустую силы. В финансовой сфере начало июля порадуют вас довольно-таки хорошей стабильностью. Но к концу месяца ситуация с финансами может стать неустойчивой. В середине месяца вообще могут быть неожиданные провалы. Поэтому вблизи 15-го числа, когда Марс соединится с Ураном, это может быть даже, если вы что-то будете покупать в это время, можете очень сильно поджалеть. Любые сделки с недвижимостью лучше отложить, либо это сделать в первой декаде, либо в последней. В плане здоровья второй месяц лета – это прекрасное время для активных тренировок, спортивных мероприятий для вас. В конце месяца не поднимайте тяжести. Это чревато появлением боли в спине. В последнюю неделю месяца внимательно следите за рационом. Ну и постарайтесь в начале месяца больше двигаться, где-то до середины. Это положительно скажется на работе вашей сердечно-сосудистой системы. Ну и, конечно же, если вы предпочитаете питаться где дома, то июль – это тот месяц, когда вы должны всегда спрашивать их, ходя в заведение, правильно ли все там приготовлено и сможете ли вы отравиться. Потому что отравление наиболее неблагоприятное для вас, особенно в середине месяца. Телец. Если в июле в семье возникают разногласия, нужно объединиться под общим флагом. Такой для вас, собственно говоря, девиз. Марс – планета экстремальных ситуаций все еще идет по Тельцу, поэтому месяц для вас довольно-таки негативный. Там еще и встретится в Тельце у вас Марс с Ураном. Поэтому ДТП, катастрофический период у вас может происходить в самой середине месяца. Поэтому такой сложный месяц со знаком минусом. Благоприятные дни для вас, тем не менее, есть. Первое, пятое, девятое, пятнадцатое. Неблагоприятное – 23-е, 27-е, 29-е, 31-е. В плане личной жизни Юль предложит Тельцам глубже разобраться в своих чувствах. Романтические отношения, которые казались еще вчера, вроде бы уже себя изжили, могут перерасти в конечном итоге в сильнейшую привязанность. И если вы решите продолжить эти отношения, то действительно из этого может получиться даже брак в конечном итоге. В середине месяца опасно ревновать партнера к работе, к хобби, друзьям. Требовать исключительного внимания, ущерб всему перечисленному. Если вы примете то, что любимый человек имеет право на личное пространство и его интересы, и приместись высказывать свое недовольствие, то создадите благодатную почву для будущих конфликтов. Конец месяца окажется щедрым на романтические знакомства. Постарайтесь встречать не по одежде, а оценивайте ум и чувство юмора вашего избранника. И наверняка вы обзаведетесь настоящим другом сердцем. Но это для тех людей, которые все еще в поиске, да, и не семейные. А в плане карьеры июль принесет с собой немало хлопот, суеты на работе. Вероятно, всплывают какие-то незавершенные дела. Или срочно понадобится выполнить большой объем поручений, да. В середине месяца наиболее продуктивно окажется работа в коллективе. Это время благоприятного для начала нового проекта, перехода на другую должность у вас, да. В конце месяца в коллективе вероятны интриги, распространение нелепых слухов и сплетен об одном из ваших коллег и сослуживцев. В отношении финансов главный совет для тельца – это строже следите за своими расходами. Избегайте случайных трат. Во второй половине месяца остерегайтесь давать деньги в долг. Точно вам их вернут нескоро. В плане здоровья в первую неделю, Юля, здоровью ничего не грозит, можете быть спокойны. Но в второй половине месяца есть вероятность подхватить какую-то инфекцию. Укрепляйте иммунитет, питайтесь сбалансирование и отводите на сон не менее 7-8 часов в сутки, чтобы высыпаться. А в конце месяца может быть уязвим у вас позвоночник, да. Могут возникать боли в спине. Кто занимается в зале, да, то есть ходит на фитнес, то лучше не тягать штангу, иначе могут быть какие-то сложные ситуации для вашей спины, смещения позвоночника. Ну, вообще месяц благоприятен для прохождения курса массажа. Близнецы. Значит, здравый смысл – лучший советчик для близнецов в июле. Положитесь на него, если ваша вторая половина предлагает решение проблем, с которыми вы не согласны, да. Именно сейчас вы сможете по-новому взглянуть на старые проблемы, сумеете глубже осознать причины и сделать важные выводы. Если вы удержитесь от того, что наступить на те же самые грабли, то в вашей жизни появится новая светлая полоса. Поэтому у вас хороший месяц со знаком «плюс». Значит, благоприятные числа для вас – это первое, седьмое, десятое, двадцатое, двадцать восьмое. Неблагоприятные – двадцать третье, двадцать седьмое, двадцать девятое, тридцать первое число. В плане личной жизни благоприятный паркноз можно дать развитию ваших отношений, особенно в первой половине июля. В начале месяца некоторым представителям вашего знака зодиака предстоит совместная работа с любимым человеком. Вы можете даже познакомиться на работе. Такой может возникнуть даже служебный роман. Конец месяца – гармоничная пара для семейных пар, особенно для тех близнецов, которые женаты, замужем. Если вы планируете переезд или совместное путешествие, то это подходящее время для близнецов. Могут быть мечты, фантазии, амурные дела, хорошие знакомства. В плане карьеры в первой половине июля есть шансы укрепить свой авторитет у партнеров, дав им ценные деловые советы. Не исключено, что временно придется вам занять место начальника, особенно если он идет в отпуск. И, конечно, эта миссия станет для вас урожайом для больших идей, планов и проектов. В конце июля обратите внимание на характер отношений с деловыми партнерами. Вполне вероятно, что от некоторых контактов придется отказаться, поскольку они не приносят выгоды и могут тормозить вообще рабочий процесс. В сфере финансов в июле у близнецов у вас наступит благоприятный период для финансовых вложений. Некоторые получат прибыль от давних проектов. Ну и даже, возможно, будет некая такая прибыль, на которую вы не рассчитывали. Прям как бы деньги с воздуха могут прийти для вас. Поэтому, если есть возможность играть в лото, в лотереи, особенно в середине месяца, могут быть всякого удачные сюрпризы для вас. В плане здоровья положение планет в начале июля указывает на то, что вы будете слишком раздражительны. Все болезни могут возникать от нервов. Нужно вам просто контролировать эмоции и свои поступки. В середине месяца опасайтесь травм. Конец июля удачное время для профилактики заболевания желудка, значит, селезенки. Очень хорошо пройти курс массажа. Также иглотерапию, да, значит, искать активные точки, массировать. И тогда у вас сможет стабилизироваться и нервная система в том числе. В июле родные и близкие рака потребуют особой заботы. Чтобы решить все проблемы, не привлекайте к ним внимания посторонних людей. Держите рот на замке и все будет хорошо. Научитесь не только получать, но и давать. Тогда любые неурядицы обойдут вас стороной. Значит, в этот период к вам вернется то, что вы когда-либо лишились. Речь идет о людях, отношения с которыми оборвались уже давным-давно, в далеком прошлом. Может даже найти потерянные вещи, клад какой-то, выдержка, стойкость и упорство помогут вам преодолеть препятствия и действительно добиться в жизни хороших успехов. Ну, тем не менее, месяц для вас не хорош, не плох. Более-менее, плюс-минус, благоприятные дни для вас. 14, 16, 20, 25, неблагоприятные 2, 4, 8, 28 и 30. В профессиональной сфере звезды рекомендуют ракам не брать на себя слишком многого. Будьте последовательны и благоразумны. Учитесь на ошибках других людей. Минимизируйте ваши контакты с начальством. Можете нарваться на критику свой адрес. Финансовые дела в конце июля у раков пройдут в целом удачно. Надо лишь избегать любых спекулятивных сделок, особенно вблизи 15-го числа. Где-то с 11-го по 17-е число могут быть сложные ситуации у вас по финансам. В личной жизни раков в июле чувства окажутся настолько сильными, что скрывать их будет практически невозможно. Если о вас начнут сплечность, сплетничать, игнорируйте это. Одиноких раков ожидают знакомства с представителями противоположного пола, довольно-таки удачной, которые могут вести к долгосрочным отношениям, а потом даже и к браку. Семейные проблемы, от которых не могла избавиться на протяжении долгого времени, значит, ваша вторая половинка, наконец-то будут решены. Помощь придет извне, от друзей, родственников, коллег. Поэтому у вас даже все сложно могут принести, даже если будут возникать какие-то проблемы в семье. В плане здоровья в июле у представителей вашего знака особенно уязвима пищеварительная система. Чтобы избежать проблем с желудком, вам необходимо пересмотреть свой рацион питания, благоприятность сесть на диету, жареную пищу замените вареной, приготовьте, значит, лучше все это делать запекать, либо на пару, исключите газированные напитки. Алкоголь вам просто противопоказан в этом месяце. И когда вы будете в супермаркетах, обязательно смотрите, ну и в ресторанах, чтобы в супермаркетах была годность продукта непросроченная, ну а в ресторанах, чтобы все было свежее, исключительно в хорошем состоянии. Иначе действительно можете отравиться. Лев. Июль для Львова будет насыщен самыми разноплановыми событиями, как хорошими, так и, ну, в общем-то, больше хороших последствий, потому что месяц для вас со знаком плюс, довольствуйтесь тем, что пошлют вам обстоятельства. Они действительно могут давать очень хорошую у вас энергию, новые возможности. Но, тем не менее, вам следует воздержаться от рискованных и непродуманных действий в середине месяца. С дальними поездками, комендировками тоже нужно быть осторожны, да, но, тем не менее, естественно, у вас будут возникать очень хорошие возможности большого, неожиданного, значит, обогащения. Особенно это может происходить ближе к концу июля. Благоприятные дни для вас 4-е, 8-е, 17-е, 18-е, 21-е, 20-е, 31-е. Неблагоприятные дни для вас 6-е, 11-е, 16-е, 19-е, 26-е, 27-е. В плане личной жизни, значит, следует вам в любовной сфере воспользоваться теми возможностями, которые может преподнести вам судьба. Личная инициатива может быть немножко скована, значит, но, тем не менее, могут находиться очень хорошие романтические и важные встречи, особенно это касается 20-х чисел, да. В плане карьеры в июле, значит, финансов вы способны справиться даже своими собственными силами задачи любой трудности. На вас могут возлагать очень большие полномочия, вы можете продвигаться в делах, в фильмах, достигать новых вершин. Но будьте внимательны, в середине июля у вас могут возникать напряженность в отношениях с начальством, да. Больше вам нужно ездить, общаться, и в конце месяца вы можете добиваться грандиозных успехов. В июле в плане здоровья может быть обострение остеохондроза, радикулита, избегать физических перегрузок, да, не злоупотребляйте спиртными напитками, пивом, кофе, особенно сердце в жару может давать сбой. Ну и самое главное, не сгорать и на солнце, а то опасность действительно всякого рода кожных, злокачественных образований, ну и тем более повышенная солнечная активность не очень может благоприятно воздействовать на вас. Девы. Первая декада июля для дев наполнена значит важными новыми возможностями обновления. Занимайтесь составлением личных и деловых планов. Прохождение Марса по солнечному знаку Дева, по солнечному знаку Тельца вызовет избыток сил и готовность к активным действиям, да, это как раз девятый дом от вас, но могут быть неожиданные срывы касательно дальних поездок, путешествий, и ваш авторитет может неожиданно разрушиться. Поэтому месяц очень такой сложный, со знаком минус, поэтому июль это всегда время преддверия дня рождения, когда для дев начинается отчет индивидуального нового года, значит, их хорошо подводить итоги, всегда 12 месяц перед днем рождения он может быть сложным, иногда провальным, но важно внести порядок в делах и планах и оставлять все точки на ды. Благоприятные дни для вас 6, 11, 12, 19, 20, 24, 25, неблагоприятные 1, 8, 13, 14, 21, 29. С началом июля в личном плане возникают хорошие возможности для счастья в любви и отношениях. Этот период очень благоприятен для встречи, для встречи особенно мужчины, который действительно может войти в вашу жизнь, если у вас может быть классный роман. Значит, в плане семейных, чтобы в доме царила атмосфера взаимопонимания и душевный комфорт, постарайтесь чаще заниматься с детьми, участвовать в их увлечениях и принимать их условиях. Ну, например, летом куда-то с детьми поехать, а не отправлять их в лагерь куда-нибудь. В плане карьеры в июле в деловой сфере у людей будет возможность для дальнейшего поиска себя, своих смыслов и совершенствования, но двигаться целесообразно лишь традиционным путем. Экспромт и вдохновение будут полезны только в семейных делах. Все новое окажется хорошо забытым старым, и вам придется усердно трудиться. Настойчивость и терпение будут залогом вашего успеха. Все нужно будет делать сквозь зубы, трудный месяц для вас, но, тем не менее, вы можете преодолевать трудности, препятствия и достигать как козерог больших новых возможностей. В июле делом противопоказан малоподвижный образ жизни в плане здоровья. Лучше гулять, бывать на свежем воздухе, хорошо записаться в фитнес-центр. Если вам не хватает времени на спортивные занятия, не стоит огорчаться перед тем, как покинуть рабочее место, выполните несколько упражнений. Очень благоприятные прогулки по вечерам. Следует ограничить нагрузку на поджелудочную или железу, она у вас наиболее уязвима в этом месяце, и лучше всего отказаться от сладкого. Поднимать тяжести и работать на приусадебных участках, наверное, тоже для вас может быть критично, особенно это может касаться вашего позвоночника. Поэтому, дорогие девы, не перенапрягайтесь, этот месяц может для вас закончиться с сложностями и скосной структурой. Весы. В июле складывающиеся обстоятельства будут держать представители вашего знака зодиака в постоянном напряжении. Постарайтесь, значит, исключить ненужную суету. Во второй декаде июля отношения с деловыми партнерами могут поставить весы перед необходимостью серьезного выбора. Очень такой сложный месяц для вас может быть со знаком минус. Следует тщательно оценивать возможности последствия с точки зрения ближайшей перспективы. Руководствуйтесь голосом разуму, а не подсказками вашей интуиции, которая может в этом месяце вас подводить. В третьей декаде июля ожидается большая загруженность по работе. Возможно, придется пожертвовать некоторыми бытовыми удобствами и оставаться сверхурочно. Ваши старания принесут в будущем существенные поступления в семейный бюджет, но вы в этом месяце фактически должны работать от звонка до звонка, можно даже так сказать, с утра и до поздней ночи. Благоприятные дни для вас 8, 9, 13, 21, 22, 26 июля. Неблагоприятные дни для вас 4, 10, 15, 20, 24, 31. В плане личной жизни поинтересуйтесь желаниями своего любимого человека. Возможно, сейчас он испытывает денежные затруднения и проявляйте щедрость к своим близким. А своевременная забота – это лучшее свидетельство ваших чувств. Наряду с решением служебных вопросов не забывайте о своей семье, иначе кто-то из ваших супругов захочет иметь отношения на стороне. Если что-то не залатило в семейных отношениях, не торопитесь раздувать конфликт, иначе он действительно может положить начало развода и разводных отношений. В плане карьеры довольно-таки двойственный месяц. В первых числах июля, если следует конфликтовать с начальством, иначе вас могут просто уволить. Инициатива будет для вас наказуема. Загляните в долгий ящик, ликвидируйте все свои долги, особенно с вашими компаньонами, деловыми партнерами. Во второй половине июля у вас есть возможность подобраться все же на какой-то новый этап в вашей жизни, на очередную возможную должность. Но будет очень сильная, жесткая, конкурентная борьба. В июле финансовая стабильность весов может поколебать потребность отдать ваши деньги помощи родственникам. Вот они потребуются. Горятные существенные затраты, также на ремонт, может что-то ломаться, в том числе автомобиль у вас. Будьте осторожны в поездках, могут быть всякого рода поломки, поэтому прежде чем выезжать куда-то, проверяйте вашего железного коня, все ли с ним в порядке. В плане здоровья используйте этот летний месяц с максимальной пользой для себя, больше времени проводите на свежем воздухе. свежие фрукты, овощи будут исключительно для вас полезнее. Хорошее время для лечения психических заболеваний, неврозов, расстройств сна. Поэтому хорошее время, чтобы обратиться к психологам, астрологам. Кстати, ссылочка под описанием этого видео, кто забыл, Влад Росковский. Заходите на мой сайт, и можете действительно консультироваться у меня. Диагностические обследования также очень для вас благоприятны в этом месяце. Они покажут истинную природу ваших заболеваний. Поэтому, да, конечно же, сам просто необходимо это сделать и пройти диагностику своего организма. Скорпион. В июле скорпионом необходимо направлять свои усилия на усвоение и переоценку собственного и чужого опыта. Это пригодится вам в самом ближайшем будущем. Не следует ускорять события и проявлять излишнее любопытство, чтобы не возникло спорных ситуаций с окружающими. Постарайтесь учесть все мелочи и оценить возможные последствия своих действий. Ну, такой месяц для вас плюс-минус. Не сказать, что он хороший или плох. Во второй половине июля вы можете оказаться в центре внимания, позаботиться о своей внешности. Возможно, благоприятно для того, чтобы изменить свой коренным образом имидж. Некоторые спрашивают меня, когда лучше делать там татуировку. Ну, наверное, для скорпионов как раз в июле месяце. Могу вам, кстати, подобрать благоприятные числа исключительно из вашей даты и времени рождения. Благоприятные дни для вас все же. Это 1, 11, 12, 15, 16, 24, 29 июля. Неблагоприятные дни 6, 14, 17, 22, 26, 27 числа. В плане личной жизни в июле скорпионам необходимо проявлять больше напора, уверенности и удачи в любви вас не оставят. Звезды благоприятны, благоволят вдохновенным романтикам, идеалистам. Есть еще среди скорпионов и такие. Не забывайте повторять объекту своей страсти и любви слова восхищения и благодарности. В семейном гнезде у скорпиона в июле будет царить обстановка взаимопонимания и согласия. Ваш авторитет будет вне критики. В плане карьеры перспективы расширения собственного бизнеса у скорпиона наиболее благоприятны в первой декаде июля. Но со своими деловыми партнерами вы можете ссориться в середине месяца. Когда масса, планета, управляющая скорпионом, сойдется с ураном. И там вы можете даже претерпевать большие изменения. Но у скорпионов неожиданно могут складываться ситуации, ведущие к разрыву как деловых партнеров, так и супружеских. В конце июля скорпионы, вероятно, также разногласия с руководством. Вот вас вот так будет немного штормить. Но хорошее применение своим способностям вы найдете в первой декаде июля и можете полностью поменять, развернуть ваши цели в бизнесе, в карьере. Именно долгосрочные такие конкретные. Именно в первой декаде месяца и вас ждет грандиозный дальнейший успех. В плане здоровья в июле скорпионы пребывают в принципе в неплохой, хорошей физической форме. Нагрузки предстоят для вас довольно-таки существенные. Прекрасное время для избавиться от вредных привычек, особенно в начале месяца, например, 2 июля, когда никто станет ретроградным. Бросить пить, курить наркотики, все можете это сделать. Прям выкурили сигарету 1 числа, а 2 уже даже забыли до конца месяца, что это такое может быть. В плане здоровья также благоприятно провести месяц на даче. Далко позволяет такие возможности и работать уже где-то в своем доме, независимо, где вы там живете на даче, вдалеке от шумного города. Не упускайте благоприятную возможность укрепить свое здоровье. Откажитесь от избыточного потребления спиртного и особенно сахара. Ну и очень хороший месяц, чтобы обратиться к диетологу. Прекрасное время, чтобы вам подобрали благоприятный рацион питания и чтобы вы сбросили, наконец-таки скинули вес. Прекрасно, да. Лучше не придумаешь для вас. Поэтому, дорогие скорпионы, кто хочет сбросить за месяц килограмм 10, ну вот самое время оно, чтобы это сделать. Стрельцы. Июль позволит стрельцам расслабиться и переключиться на такие приятные вещи, как любовь, отдых, творчество и, хотел сказать, охота. Потому что стрельцы это всегда наши самые такие заядлые охотники. Поэтому со знаком плюс у вас этот месяц, в этот период у стрельцов возможно путешествие и поездки, в том числе и зарубежные, даже некоторых мужчин украинских могут выпускать за границу. Если, конечно, у них будет весь перечень настоящих и важных бумаг. Конец июля для стрельца благоприятное время для бизнеса, выгодных сделок с иностранными партнерами, иностранными инвестициями, торговлями, импортом, экспортом. Только удерживайтесь от финансовых авантюр, особенно в середине месяца. Возможно, напряжение в личных отношениях у вас. После 20 июля стрельцы больше внимания станут уделять все же семье и дому. Поэтому, если в июле и нужно куда-то вам в отпуск уходить, либо уехать на курорт, то последняя декада июля наиболее благоприятна для этого. Благоприятны для вас дни 2, 5, 7, 12, 23, 28 и 31 июля. Неблагоприятные дни для вас 4, 10, 18, 19, 25 и 30 числа. В июле в плане личной жизни удачное расположение звезд будет сопутствовать стрельцам почти весь месяц. Можете найти любовь всей своей жизни, либо избранника на белом или черном лимузине. Как говорится, погода в доме для стрельца будет теплой, солнечной на протяжении всего июля месяца. Правда, в самом начале июля стрельцов возможны ссоры и непонимания с детьми. Сдерживайте свои эмоции, особенно если это подростки. В плане карьеры в июле у стрельцов появится неожиданная возможность беспрепятственно реализовать свои замыслы. У вас появятся хорошие компаньоны, прекрасные наставники. В ваш бизнес могут вложить огромные финансовые деньги, пойдут хорошие финансовые потоки. И вам благоприятно вообще эмигрировать и устроить рабочую визу в другой стране. Стать таким эмигрантом. В плане здоровья небезопасно пить много жидкости, особенно спиртного, так как могут перегружаться ваши почки. Они наиболее уязвимы для вас именно в этом месяце. Особое внимание также обратите на ноги, занимайтесь акваэробикой. И вообще побольше плавайте. Очень благоприятно для вас серфить где-нибудь на берегу моря находиться, океана. В конце месяца запрещены для вас операции, особенно на голове, лице. Не стоит рвать зубы. Ну и когда лучшее время для стоматологических вмешательств или просто операции, можете заказывать у меня медицинский гороскоп. Ссылочка под описанием этого видео. Заходите на мой сайт. По вайберу, по ватсапу всегда смогу ответить на ваши вопросы. Заказывайте услугу без проблем всегда для вас. Ну и хорошо вам в этом месяце обратиться к диетологу и тоже каким образом и как вы можете сбросить вес, и какой рацион питания тоже у вас, стрельцы, может быть благоприятно для вас и это. Козероги. В июле козерог, как всегда, захочет успеть решить несколько дел. И желательно одновременно. Новые знакомства и встречи, будучи его отдаваться, со шквалом старых проблем, вам припомнят давнее обещание, о чем свидетельствует движение Солнца по противоположному от козерога знаку зодиака раку. Поэтому вы как на качелях, такой месяц для вас не слишком хорош, не сильно, а плох. Плюс-минус, да. В этом месяце категорически нежелательно вам летать самолетами, либо на дельтапланах, прыгать с парашютом. Авиаперелеты и ситуация будет довольно-таки неблагоприятна для вас. Поэтому лучше вам ездить наземным поездом, если есть такая возможность. В любом случае, подобрать дату вылета всегда могу вам без проблем. Особенно, если вы предоставите свои точные даты, время и место рождения. В последние декады июля козерогам не стоит отправляться в дальние поездки. Это весьма напряженное время будет для вас. Возможно, непредвиденные ситуации, порой экстремальные. Опасность с электричеством может быть связана. А это будет очень такое серьезное противостояние Сатурна и Марса. Благоприятные дни для вас. Это 1, 6, 7, 15, 19, 20, неблагоприятные дни. 3, 9, 11, 13, 17, 22, и 30, и 31. В плане личной жизни июля козерогов более-менее благоприятен. Для того, чтобы решать бытовые проблемы, делать какие-то ремонты. Очень благоприятное время навестить родственников. Переписать, я не знаю, в дар недвижимости. В плане карьеры возможен конфликт с начальством. Особенно он может разгореться с новой силой в середине месяца. Вплоть до того, что либо вы сами заходите организовать свой личный независимый бизнес, либо можете даже сменить место работы и деятельности. В финансовом плане в июле звезды не обещают козерогам ничего суперзамечательного. Но, тем не менее, на постоянный доход вы все же можете рассчитывать, если вы окончательно не поссоритесь своим начальством. В плане здоровья в июле козерогам грозит общее физическое переутомление. Поэтому необходимо уделять больше времени отдыху, сну, достаточное время. Ну и вообще лучше уйти в отпуск, если вы чувствуете, что ваш организм подорван. Благоприятное время, чтобы в этом месяце улучшить циркуляцию крови. Особенно благоприятное употребление сезонных овощей, фруктов, зелени. И, конечно же, принимание контрастного душа. Он просто вам необходим. Посещение клеокамеры. Таким образом, вы такую усталость, нагрузку можете себя как бы снимать. Ну и самое главное, проявляйте исключительную осторожность в экстремальных видах спорта. Особенно неблагоприятное время для всякого рода каскадеров, боксеров. Но просто вторая половина месяца может закончиться для вас катастрофой и переломом. Поэтому не рискуйте без надобности. Водолеи. В середине лета Водолеям также звезды не обещают легких дней. Напротив, Аврау на работе, выполнение старых обещаний. И то, что все, что носит статус, обязательно составит для вас жаркие деньки. Поэтому месяц такой сложный, со знаками минус даже, я так скажу. В приоритете работа. Вполне вероятно, что даже если вы планировали отпуск какой-то, то он может сейчас сорваться. Марс в соединении с планетой, управляющей Водолеем, Ураном, да, просто может принести катастрофические события. И чем ближе к середине месяца, тем более это может происходить. Поэтому ДТП, несчастные случаи у Водолеев могут случаться в середине этого месяца, во второй декабре. Последняя декада июля будет для Водолеев более удачной. Вдохновение, приятные новости, новые знакомства и встречи со старыми друзьями будут радовать вас в это время. А также это время сюрпризов, авантюр, когда что-то в жизни может изменяться довольно-таки без проблем, а к лучшему. Ну и в это время Меркурий свелит Водолеем довольно-таки удачные, неожиданные поездки, в том числе и на море благоприятно. Ну и вам может подвернуться горячая путевка, все удачное решение каких-то перемещений, важных и сложных ситуаций. Ну и вам могут даже предложить хорошее место. Поэтому довольно-таки сложный месяц, но в конце черного туннеля этого месяца все-таки засияет какая-то надежда, значит, свет в конце черного туннеля. Благоприятные дни для вас это 1-е, 12-е, 13-е, 15-е, 19-е, 21-е, 25-е, 30-е, 31-е, неблагоприятные, 3-е, 6-е, 8-е, 11-е, 18-е, 23-е и 27-е числа. Конфликты в личной жизни удастся все же разрешить, чувство юмора, стремление, открытие партнеры, новые черты помогут вам наладить отношения. В самом конце июля Водолеев будет особенно склонен к эксцентричным поступкам, что может плохо отображаться на любовных взаимоотношениях. В отношениях с детьми сначала обострятся противоречия, но в конце месяца можно найти все же компромисс. В плане карьеры и финансов в целом июль не предвещает Водолеям больших финансовых перемен. Ситуация более-менее будет стабильной, но у Водолеева остается также и стремление что-то изменить, потому что чувство скованности также вряд ли покинет в этом месяце Водолей. Интуиция, умение предвидеть будущее в развитии ситуации, позволит Водолеям продумать выгодный коммерческий план. Если захочете улучшить свое материальное положение, а также продвинуться на ступеньку выше по карьерной лестнице посредством смены работы, то с этим лучше повременить. Особенно это середина месяца касается. Существенные перемены в плане работы, деятельности не предполагают вашего в дальнейшем финансового обогащения. Столько может быть нарушено заработок, менять шило на мыло в этом месяце лучше не стоит. В плане здоровья вторая половина июля для Водолеев благоприятна для укрепляющих программ и оздоровительных процедур, особенно водных, благоприятное время для сануторно-курортного лечения, повторение курса лечения, где вы уже бывали, удачное время для косметологических процедур, разработки диеты, нормализации водного баланса организма, особенно хорошее время для устранения целлюлита. В косметических целях наверняка эффективным будет использование глины, грязевых ванн. Ну а кто еще не был на Мертвом море в Израиле, то самое время, хотел сказать, отправляться под бомбы. Я шучу, да, у нас есть, в принципе, и другие грязевые лечебницы, там и в Венгрии, ну и в Одессе тоже есть Куянинский лиман, поэтому хорошее время, чтобы принимать грязевые ванны. Значит, в середине июля могут у вас обостриться хронические недуги, особенно это касается вашей нервной системы. Обратите внимание, значит, на ваши глаза, ну и не допускайте сидения часами, сутками возле компьютера, иначе посадите свое зрение, дорогие водолеи, в середине месяца. Ну и последний знак зодиака для вас сегодня – это рыбы. Июль может оказаться для рыб судьбоносным временем. Произвут события, которые изменят что-то важное в вашей жизни. Нигде не написано, что все будет легко, как по маслу. Будьте готовы к испытаниям. Поэтому месяц для вас как и позитивный, так может быть и не слишком, плюс-минус. Вполне вероятно, что перемены могут коснуться вашей личной жизни в первую очередь. Рыбам будет оказаться, что напрягает множество проблем. Следует пересмотреться повнимательнее. Все это покажется мелкими и все же неурядицами. В последние декаде июля рыба предстоит больше времени уделить внимание работе. В отношениях с окружающими постоянно нужно искать компромисс, балансировать между крайностями. Июль – благоприятное время для вашего активного отдыха. Благоприятно пойти в горы. Очень хорошее время, чтобы действительно быть на природе. Ну а кто не был в Каппадокии, то благоприятное время посещения Юго-Востока Турции. Итак, благоприятные дни для вас. 3-е, 7-е, 13-е, 19-е, 21-е, 30-е. Неблагоприятно 1-е, 4-е, 10-е, 11-е, 15-е, 17-е, 23-е, 28-е. В плане личной жизни у представителей вашего знака найдется масса поводов для дурного настроения, вероятно, ваши чувства проходят проверку временем, поэтому вы можете найти, значит, с большими сложностями, можете даже не находить общего языка со своей второй половинкой, да, поэтому не стоит рубить с плеча, следует попробовать завоевать свою половинку снова. Если у вас разрушены отношения рыбы, то именно в этой миссии вы можете их легко восстановить. Период в действиях этого времени характерен семейными раздорами, в худшем случае будьте мудрее, особенно те пары, которые давно живут вместе, задумайтесь, почему так происходит. Ну а кто не связан браком, наоборот, очень хорошее время, чтобы найти свою избранницу, либо избранника, особенно это может быть середина месяца. В плане карьеры и деятельности июль для рыб, время, уплаты, долгов, постарайтесь избавить себя от подобного времени и выполнить все обязательства. Будьте осторожны в финансовом плане. Звезды рекомендуют рыбам как можно быть экономнее, хотя это знак, в отличие от Девы, противоположного своего знака, расточительный, я бы так сказал. Самые расточительные два зодиака у нас, это рыбы и львы, но это в чистом виде. Это без асцидета, который я могу вам у вас найти, дорогие друзья, и сказать, кто вы на самом деле по знаку личности, а не по Солнцу. Во второй половине июля положение Меркурия и Юпитера способствует финансовой самосостоятельности. Это означает, что труды ваши праведные получат действительно достойное вознаграждение. И поэтому творческие люди, которые там пишут, что-то делают, действительно у вас может быть довольно-таки прекрасное творческое время. В плане здоровья первая половина июля для рыб ничем не занимательна в плане здоровья. В благоприятное время для вас санаторно-курортное лечение. Либо просто отдыхайте на природе, ходите в парк. Благоприятные пешие прогулки, особенно утром и вечером на свежем воздухе. Омолаживающие косметологические процедуры будут весьма эффективны в этом месяце. Не откладывайте их, балуйте себя, уделяйте себе как можно больше времени. Во второй половине июля также могут у вас все же быть просчеты какие-то со здоровьем, либо какие-то наполнить хронические недуги. В это время постарайтесь не перенагружать свое сердце. Поменьше находитесь на солнце. Солнечные ванны будут не очень благоприятны в это время. Могут может идти сбросы на вашу кожу. Но прекрасное время для очистительных программ, для оздоровления кожи. Ну и апелляция всякого рода, избавление каких-то ненужных родинок. Наверное, для вас это наиболее оптимальный месяц. Ну а с вами был ваш любимый астролог. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, ссылочка под описанием этого видео на мой сайт, где вы можете заказывать натальные карты, годовые соляры. А с вами был ваш любимый астролог Влад Рос. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»